Пересмотреть приоритеты в экономической политике призывают в оппозиции. Делать все, чтобы заработала украинская промышленность и появился финансовый ресурс внутри страны. Идет уже просто не диалог с МВФ, а идет диктат со стороны, или попытка диктата со стороны МВФ. Вот вы сделаете это, вы сделаете то. Но последнее требование, которое касается увеличения стоимости газа для населения, которое и так космическое, которое и так высоко, это вообще прямой путь к социальному взрыву. Все страны, которые тупо следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, они оказывались на грани, либо входили в социальное противостояние. И я считаю, что сегодня в таких условиях нам надо останавливать сотрудничество с МВФ, заниматься своей экономикой, заниматься поддержкой реального сектора, своего производителя, снижать налоги, снижать тарифы для того, чтобы ожила промышленность и выстраивать свою политику. Выстраивать политику, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, а не интересам Международного валютного фонда.